Радио Свобода 8% избирателей пришли в воскресенье на избирательные участки, партийные избирательные участки, для предварительного голосования за кандидатов в кандидаты Думы от «Единой России». Многочисленные скандалы, которые произошли 22 мая на этих самых праймерис, обсудят наши гости. Это политолог Александр Кынев и сопредседатель Совета Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Милконьяц. Надеюсь, к нам присоединятся и другие коллеги, журналисты интернет-газеты «Знаком» Екатерина Винокурова, член Высшего совета партии «Единой России» политолог Дмитрий Орлов и зампредседателя партии «Народной свободы» Парнас Константин Мерзликин. Я вот процитирую кое-что с сайта «Открытой России». Скажем, учащимся школы в селе Криводановка вклеили в дневники объявления о праймерис «Единой России». В Пермском детском саду аниматоры в костюмах Фиксика и Свинки Пепы рассказывали детям, что главные волшебники – это участники праймерис «Единой России». Объявления о работе на предварительных выборах были в Ленинградской области и за «Голос», как выяснилось, платили по 500 рублей. РБК разоблачил схему фальсификации. Корреспондент ездил по Подмосковью с так называемыми «карусельщиками» и успешно проголосовал на этих праймерис 9 раз. Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова жаловалась с утра, что на участке в Петербурге за час проголосовал реально один человек, а в урне было около 500 бюллетеней. Ну и на Сахалине во время вот этих самых праймерис наблюдатели избили и пытались душить за попытку зафиксировать принудительное голосование. Мой вопрос нашим гостям. Начнем с Александра Кынева. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. И хочу вас спросить, зачем весь этот ужас был устроен? Репетиция прошла успешно, я думаю, так можно сказать. На самом деле, если говорить о смысле праймерис, то нужно разделять все-таки смысл праймерис в окружающем мире, и смысл праймерис в России — это не одно и то же. Да, я и говорю, так называемые. Значит, ну, если говорить о смысле праймерис в мире, появились они, как известно, в США по сугубо прагматической причине. То есть они возникли потому, что мажоритарная система однознативного большинства, когда победитель, неважно, сколько, какой у тебя отрыв, даже с перевесом в один голос тебя выбрали. Значит, соответственно, побеждает тот, чей электорат более консолидирован, проигрывает тот, чей электорат расколот. Значит, партии заинтересованы как можно раньше договориться, найти самого сильного кандидата среди близких по взглядам, и для этого как раз проводится праймерис. И в США это традиция, самая большая традиция. Остальной мир, там, Мексика, Израиль, Великобритания, там, Франция и так далее, в основном, мода на праймерис — это уже даже не 80-е, это 90-е годы. И что интересно, праймерис проходит не только в странах, где мажоритарная система, но и пропорциональная. В России ведь они стали активно внедряться после 2007 года. А в 2007 году и в 2011 году у нас были только партийные списки, округов не было. Поэтому я бы сказал так, что здесь, во-первых, есть элемент моды. Знаете, наше отношение к штатам, да, такая смесь любви и ненависти постоянно, значит, во всех своих видах, бедах у нас любят винить Соединенные Штаты, но с точки зрения технологий, институтов, постоянно мы видим какую-то попытку скальтировать какие-то американские образцы. Ну, мне кажется, сам термин праймерис американский, термин — это первичная рыба, это значит в переводе. Поэтому первоначальная идея, на мой взгляд, была как раз некое следование западным эталонам, стандартам, показать, что мы развиваемся не хуже, чем другие страны. Какой был практический смысл России? Скажем, если в Штатах смысл изначально было отобрать из самых сильных кандидатов, что в наших условиях, на мой взгляд, изначальный смысл все-таки был несколько другой. Главный смысл — это был пиар, это была попытка, как можно раньше начать избирательную кампанию, когда все остальные там ведут переговоры, значит, проводят какие-то совещания, конференции, партия власти фактически тем самым первые занимают информационное поле, начинают раскручивать кандидатов, а все остальные, когда начинают кампанию, как бы уже компания, партия фактически ее, таким образом она получает дополнительную фору. Возникает резонный вопрос, а что мешает остальным делу привести себя точно так же? Почему нет праймерис у КПРФ, почему нет правильность у СССР, у остальных? Вот у Парнаса есть, точнее будут. Да, у Парнаса, точнее, были в прошлом году, тоже будет в этом году, но мы увидим, что из этого выйдет. На мой взгляд, тот сам факт, что фактически такую довольно успешную информационную технологию, как предварительные выборы, использует только одна партия, это индикатор качества политической конкуренции. Потому что если бы остальные партии всерьез реально претендовали на хороший результат, если бы они всерьез хотели победить, они бы тоже проводили подобные процедуры. Но, видимо, желания и потребностей нет. Поэтому в этом смысле, мне кажется, то, что Единая Россия проводит праймерис, фактически как единственный участник этого процесса, это тоже в каком-то смысле диагноз политической системы и серьезности борьбы. Реально в этот процесс включилась только в Парнас в прошлом году. Действительно, в прошлом году, на мой взгляд, они проявили, учитывая ресурсы, неравенство и так далее. Вполне себе, там, можно сказать, другая формула. То есть там был акцент на геологических активистов, а не на всех избирателей. То есть другая концепция немножко. Но пиара было достаточно много. В этом году развалилась коалиция сама по себе, поэтому странно ожидать каких-то результатов. Ну, давайте, я не буду там долго говорить. Да, давайте об этом потом. Вот Григорий ходил. Главная причина, то есть главный резюме, фундаментальная причина, все-таки это был пиар. Мы поговорим позже, наверное, не о других причинах, но все остальное в данном случае выступает уже как говнир. Мне кажется, что очень много получилось, по крайней мере, для тех, кто пользуется альтернативными источниками информации, как раз анти-пиара. Тут и административное давление, и карусели, и фальсификации, и прочее, прочее. Весь день, на самом деле, ну, естественно, неофициальные средства массовой информации, а не пропагандные, они забиты именно этим. Григорий, вы ходили на участок, проголосовали. Зачем и что вы там увидели? Ну, я решил, что обязательно должен принять участие в этой процедуре, и надеюсь, и принять участие в праймерис, который будет проводить Парнас, тем, чтобы изнутри оценить, одеть шкуру избирателей. Вы хотите подорвать эту партию изнутри? Ну, мне это интересно как специалисту. И я на свой участок в Химках пошел, увидел достаточно много озадаченных людей, которые путали, что то ли это праймерис, то ли это выборы, и пытались понять, а где же другие политические партии в этом процессе. И мне дали шесть бюллетеней достаточно длинных, и я понял, что разобраться даже мне в том, кто эти люди, практически невозможно. Я оставил там свои персональные данные, у меня попросили мой телефон, записали ему адрес, там списки составляются на живую, то есть у них предварительно нет фамилий, то есть эти списки, они заполняются по тем, кто пришел. И я с надеждой жду, что партия будет использовать мои персональные данные, будет связываться со мной и как-то продолжать этот диалог, чтобы понять, насколько действительно эти персональные данные, которые в огромном масштабе партии были собраны, это и домашние адреса, это и телефоны. Надеетесь, что вам предложат продуктовый набор? Я не знаю, что мне предложат. Или сыграть в лотерею? Я не знаю, что предложат, но на самом деле, вот одна из, я думаю, что задач, это собрать вот эти данные людей, которые так или иначе пришли на эти избирательные участки. Или их привели. Ну, неважно, они так или иначе привели их, по доброй воле, там кто-то перепутал, кто-то действительно сторонник этой партии. Пришли, оставили персональные данные. Что они дальше с ними будут делать, это большой вопрос. И вот если дополнить то, что сказал Александр, мне кажется, что для «Единой России» то, что было в 2011 году, это большой стресс. И эти праймерисы, они тоже сейчас воспринимают, вот как правильно он сказал, репетиция, но репетиция с какой точки зрения? Они понимают, что вот этот пресловутый административный ресурс, он портит им карму, портит репутацию. То есть они хотят получить результат, но не с такими скандалами, с такими формами. И то, что они сейчас заинтересованы, я думаю, собрать все вот эти формы возможной вот этой борьбы нечестной со стороны, опять же, как бы их членов партии, участников этих праймерис, с тем, чтобы как-то пресечь на будущее вот эти публичные формы скандалов. Чтобы, если что-то и происходило, то менее гласно, чтобы это все не было так заметно. Вот Игорь Эйдман, кстати, написал, для чего были нужны «Единой России» праймерис. Это обучающий тренинг по фальсификациям выборов, генеральная репетиция пред сентябрьским голосованием. Сейчас будет разбор полетов, где прокололись, почему вбросы карусели заметили журналисты, как в следующий раз прятать концы в воду, какую методику фальсификации удобнее применять. У нас на линии член Высшего совета партии «Единой России» политолог Дмитрий Орлов. Говорит, Иванович, добрый вечер. Ну что, видите, сколько критики в адрес вашей замечательной партии? Ну, это неудивительно. У вас, так сказать, определенный набор спикеров, на уровне которого я существенно... Отвечайте, отвечайте. Вы свободны. Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, все-таки приняло участие больше, чем вы сказали. 10 миллионов 400 тысяч и почти 9 с половиной. Это вы сами писали в 17 часов. Я вам поверил, и вы меня обманули. Это было в 17 часов, но от 17 до 20 часов еще 3 часа. То есть полтора миллиона за 3 часа набежало? Нет, за полтора, извините. Я не назвал эти данные. Вот, но если говорить о, так сказать, тех накладках, которые были, о которых говорят коллеги, они были прежде всего вызваны тем, что явку на праймерис, это, кстати, американский опыт показывает, мне очень трудно предсказать. Есть индикативные показатели, там 10% условные, к которым готовились, значит, региональные отделения. Есть 13% опросов в ЦИОМ. Есть опросы там в каждом из региональных отделений. Но реально пришло больше людей. Причем, как бы неравномерно больше. На некоторых участках было, значит, стояли огромные очереди. Но это традиционно, между прочим. Ну вот в Башкирии была, говорят, команда приведи с собой 10 человек. И есть фотографии, как ломились на избирательный участок. Ну, слушайте, можно обсуждать нарушения, которые были, а на любых выборах есть нарушения. Но, на мой взгляд, во-первых, на полюсе, ведь вот по полюсу у нас, да, условных, где нарушения происходят. Полюс избыточной административной мобилизации, или там использования административного ресурса, и полюс активности, значит, активности самих кандидатов. Ведь там часто люди ресурсные, известные и так далее. И вот, на мой взгляд, на полюсе административной мобилизации как раз сработала прививка там предыдущих. Это в Бурятии, я должен уточнить. Я извиняюсь, в Бурятии было, да. Где вот к 8 утра пребывали. Да, конечно, административная мобилизация была намного ниже, намного ниже. А вот у Берии некоторое возрождение методов 90-х, это было связано с активностью кандидатов. Но в любом случае, ни по своему характеру, ни по масштабам эти нарушения, всю процедуру предварительного голосования, конечно, под сомнение поставить не могут. Я, кстати, хотел бы возразить коллеге по поводу Парнаса и других организаций. Как раз есть попытки скопировать достаточно удачный опыт «Единая Россия». Этим занимается Парнас, этим занимается Компартия, которая реализует свой проект «Гражданский совет». Но оба этих проекта неудачны. Парнас, потому что на их праймерис приходят кратно, во много раз меньше. Но они в интернете, в интернете, к ним приходят в интернет. Так или иначе, в прошлом году это было визуально заметно, сейчас в интернете, они не могут мобилизовать сопоставимое количество сторонников. Им очень трудно найти мотивы, ну, скажем, связанные с властью, которые мешают им их мобилизовать. А что касается Компартии, то они просто предлагают слабый приз. Что такое приз помощника депутата Госдумы, за которой надо бороться достаточно активным и деятельным людям. Конечно, этот проект не слишком эффективно... Дмитрий Иванович, можно я хочу уточнить у вас, да? Я на фоне, точнее, по результатам праймерис Единой России, на плечах уже деятелей Единой России, на плечах праймерис, критикуя праймерис, оппозиционные партии пытаются, значит, занять информационное поле на следующем этапе политического процесса. Войти в избирательную кампанию, критикуя правящую партию. Вот с этим связаны те претензии по нарушениям, о которых вы говорили. Да, я хочу... Прошу прощения, я хочу уточнить в такую вещь. Вот, скажем, мы получаем сейчас информацию, что, например, господин Шувалов проиграл известному гейбордцу Милонову. Или, скажем, господин Пушков, председатель международного комитета, оказался в Пермской области вместе с депутатом Трапезниковым, по-моему, на шестом и на седьмом месте. Это не единственный пример. Да-да-да, я просто к чему. Значит ли это, что все, их не могут выдвинуть, все, они проиграли, и съезд их не будет выдвигать с кандидатами в депутаты. Ну, слушайте, съезд может поддержать отдельных лидеров, отдельных известных политиков, но это очень ограниченный, насколько я понимаю, достаточно ограниченный список. И то это касается списочной части. Те же, кто потерпел поражение в одномандартных округах и по списку не баллотировался, насколько я могу судить, ну, и из логики регламента вытекает, они не смогут баллотироваться. Да, вот у нас сейчас на линии Борис Надеждин, не член партии «Единая Россия», но участник праймарис. Очень интересный такой проект в Подмосковье. Борис Борисович, видный либерал в прошлом, решил вписаться в эту кампанию. Ну что, Борис Борисович, проиграли вы Ирине Родниной? Говорил я вам, не садитесь за один стол с наперсточниками. Ну, во-первых, у меня ни разу не было цели выиграть эти праймарисы. А что же было целью-то? Меньше всего я хотел вступать в «Единую Россию» и быть в ее списке, честно говоря. Целью было очень просто. Раньше начать избирательную кампанию и разогреть округ. Я сделал совершенно блестящую явку в моем 118-м округе, одна из самых вообще высоких, там около 11%. Так, а вы много проиграли-то? Это хороший вопрос. До сих пор еще там нет официальных данных. Значит, наблюдателям, я, к сожалению, третий день не удалось получить протокол. Из тех протоколов, что у меня есть, я могу сказать, что я проиграл много, конечно. То есть, Родниной там где-то 80% по официальным данным. У меня где-то 15-20%. Ну, это очень хорошо. Вы понимаете, что я себе на поле «Единой России» на чужом поле получил 20%, то, значит, у меня все хорошо. Хорошие шансы выиграть его прокомментировать. Я видел, около Шереметьево висит ваш красивый портрет. Тоже хорошо сделанный. То есть, компания нет, а вы есть. Я старался. Ну, хорошо. Он там пока будет вещать, да. Да, я думаю, что коллеги что-то хотели прокомментировать. Я походил сразиться с Андрилем Ивановичем, если он еще там не отключился. Надеюсь, не отключился. Андрил Иванович, а может вам вопрос задать? У меня вопрос такой. Значит, я сужу всю информацию, которая публиковалась публично, в частности, на сайте с самих праймери, с предыдущего голосования Единой России, фигурировала цифра про 32% возможной явки. И одновременно сообщалось с теми же технологами в соцсетях о том, что количество бюллетеней изначально изготавливалось из расчета 15%. То есть, 32% просто физически бюллетеней не было. Вот как эти две вещи с другом сочетаются, обещание 32% на явки и изготовление бюллетеней на 15%. Ну и получилось, вроде как, 10% нам говорят. Ну да. 15% явки и бюллетени, насколько я информирован, печатались именно из этого количества. Вот. Соответственно, явка лишь в одном регионе 15% превысила, в Чувашии составила более 16%. Но были ведь регионы, где, скажем, Архангельск, где она была менее 3%. Поэтому, в принципе, бюллетеней в целом было достаточно. Но надо понимать, что изменение количества пришедших на 1%, если мы говорим 500 тысяч избирателей, на 1% в округе, это 5 тысяч человек. Они распределятся неравномерно между избирательными участками. Соответственно, возникают очереди, возникают организационные проблемы. Ведь государственная автоматизированная система выборов в данном случае не работала, естественно. Вот. И люди действительно составляли списки прямо на месте. А как иначе их можно составлять? Это же не общеациональная избирательная компания. Вот. На 32% никто не ориентировался. Ну, на сайте же, посмотрите, зайдите на сайт. Вашего голосования. Кто-то ошибся. Что-то у вас все. То кто-то ошибся, то, значит, какие-то нескладухи, то еще что-то. Не, ну, Михаил, это нереально. 32% это не могло прийти. Ну, это нереально. Ну, я и все понимают, что нереально. Ну, как бы написано-то было. Вот. А возникает вопрос. Ну, вот упоминали сегодня про человека, который несколько раз проголосовал. Учитывая, что списка... 9 раз. Да, списка в избирательной заранее не было. Списки избирателей, как я понимаю, никто, кроме самих сотрудников «Единая Россия», никогда в жизни не увидит, да, которые были на участках. Где гарантии того, что из этих, вот эти объявленные там 10%, учитывая, что часть людей голосовала по 9 раз, не надо делить на 9 или на 10, чтобы получить реальную живую явку. Ну, я не думаю, что их нужно делить на 10. А на сколько нужно? Михаил, давайте исходить от того, что процедура реально вызвала общественный интерес, поэтому, я думаю, вы не будете спорить. Но если бы она не вызвала интерес, мы с вами бы не разговаривали здесь. Это точно, согласен. Вот именно, люди реально пришли. А что касается нарушений. А вот насчет этого у меня есть большие сомнения. Появляйте наказывать нарушения. А в целом процедуре... Из партии будете вы исключать, или как? Да, ну, из партии исключать, но секретарь региональных отделений и другой партии ренеджмент в этом замешанные, они решают своих постов об этом. Ну, эти были уже решения, об этом снова напомню, он в жизни не веру. Что касается закона, ну, к закону, собственно, это не имеет к такой контрактному законодательству, не имеет отношение к партийной процедуре. Законодательством она не рекламентируется. Да, я хотел, Борис Борисович Надеждин, еще спросить, чтобы долго не мучить, устал все-таки человек на выборной кампании. Борис Борисович, а у вас-то нарушений много было? Или у вас все просто комар носа не подточил? Все было честно, благородно? Посчитали все правильно? Давайте по пунктам. Первое, конечно, был использован очень жесткий административный ресурс в ходе самой компании Праймерис. Все кандидаты делились на две категории, правильные в кавычках и неправильные. Вот правильный кандидат, Ирина Роднина, она в сопровождении глав городов действительно много работала, это правда. Провела, по моим оценкам, примерно 100 встреч в следующем формате. Глава собирает всех врачей, потом всех учителей, потом приезжают на завод, сидит Праймерис, сидит глава, и глава рассказывает, что, в общем, если ее изберут, будет нам счастье. Значит, наоборот, были неправильные кандидаты, вот я, например, я был неправильным кандидатом. Соответственно, у меня была куча проблем найти помещение вообще с избирателями, там от меня прятались, угоняли, ну, в общем, целая история. Мне не разрешили вешать свое честное, красивое лицо на официальных стендах в подъездах, там половина городов заплетела маршрутки с моим лицом, хотя разрешили это в темках, по-моему, был в двух дней, а потом, это целая история, как обычно. То есть админресурс работал, но я к этому отношусь юмором, я уже 20 лет там с ним воюю, и уже так научился. Теперь, что касается самого хода голосования. Первое, что я хочу сказать, может быть, конечно, где-то и кто-то голосовал 9 раз, но вот я лично объехал в избирательные участки в пяти городах Московской области, там действительно были толку людей, чистая правда. Желающие могут посмотреть мой Фейсбук, ВКонтакте, там и так далее. Реально очень много людей, причем как бы избиратель проводил на участке в среднем гораздо больше времени, чем на обычных выборах, потому что там действительно были длиннющие бюллетени. Кстати, поправлю Гришу в фильмках, 7 бюллетеней должны были выдать, если выдали 6, 1 дожали. Вот, уже не знаю, как. Значит, и долго очень все избиратели считали, я лично стоял в очереди в кабинку, где человек проводил в среднем минут 5-7. На обычных выборах обычно минут. Дальше. Были ли какие-то карусели? Вот такие ответы. Я их не видел. Реально. Потому что вроде бы, когда они вводили в компьютере эти персональные данные, там должен был появиться блок на повторной вот одного и того же паспорта. Более того, они выдавали бюллетени только людям, прописанным на этом же участке, по крайней мере, вот где я был, там было именно так, я это проверял. Дальше. Были ли полификации при подсчете голосов? Честный ответ на эту минуту не знаю, потому что треть моих этих самых наблюдателей не дожили это получение протоколов по разным причинам. Из тех протоколов, что я получил... Слабые у вас наблюдатели, значит. Ну, там целая история. Ну, долго объяснять, но там все было сделано так, чтобы избиратель не дожил до этого в смысле наблюдательного момента, потому что суть в том, что ему сказали, что даже вот когда посчитали бюллетенинги Надеждин, протокол не выдадим, пока все семьи посчитаем в Химках, а эта история там, знаете, до сих пор продолжается в некоторых участках. Вот, значит, соответственно, резюмирую, на эту минуту у меня нет никаких оснований говорить, что были фальсификации при подсчете. Первое, что я говорю. Второе, что я говорю, некоторые протоколы наблюдатели выглядят, мягко говоря, странно. Скажем, есть протоколы, в которых удивительным образом, я вот сейчас открываю файл, почему-то все результаты кандидатов в красный 10. Вот. Ну, я умножали на 10, все очень просто. Не на 9, а на 10. Я просто... Секундочку, я не утверждаю, что были фальсификации, что выглядели странно. Я, соответственно... Пропорция сохранена, но я вкую лично. Я буду готов ответить на все вопросы с фальсификацией, когда, а, они опубликуют официальные данные, б, я сверю с теми протоколами, да, а также посмотрю несколько замечательных видеороликов, которые мне прислали наблюдатели, поддержания которых я сейчас пока говорить не буду, потому что их не успел смотреть. Понятно. Ну, вот, в общем, вы как бы легитимизировали, как такой мягкий оппозиционер, легитимизировали компанию «Единая Россия». Я очень мягкий, белый, пушистый, оппозиционер, плюшевый практически. Да, нас они полюбят, Я бы хотел сделать ремарку. Округ уважаемого Бориса Борисовича, к сожалению, не показателен, потому что в этом округе ни конкуренции изначально не было. Я бы сказал так, что все округа делились на три части. В этих округах не было ни, скажем так, ни интриги, ни, по сути, кампании, там заведомо были определены победители. Начальник и подставные какие-то фигуры. Ну, например, посмотрите, татарстанские округа, там есть один округ, где два кандидата, депутат Госдумы и временно не работающие. Там, мне кажется, все-все понятно. Таких много, да? Ну, некоторое количество таких округов есть, нет, чтобы два кандидата, только татарстан, по-моему, там все-таки хотя бы три-то есть, в остальных где-то четыре, но то, что сам, мягко говоря, калибр по многим округам, мягко говоря, несопоставим, то есть идет фаворит, идут там временно не работающие, какие-нибудь менеджеры там, значит, продавцы или кто-то еще, и студенты, то есть там все понятно. Вот таких округов. С другой стороны были округа, вот где там Максакова проиграла, или вот Трапезников, или Пушков. То есть первая группа, где не было ни интриги, по сути, по сути, как бы ни интереса никакого, да? Значит, вторая группа, это где была очень жесткая борьба, и таких округов, ну, надо посчитать, но где-то не больше трети, то есть там отдельная округа, допустим, в Петербурге, в Иркутской области, в Новосибирске, там, в Пермском крае и так далее. Значит, и третья группа, где интриги не было, в этом округе как бы... Спасибо Надеждину. Да, здесь все заранее было понятно, что будет роднена, в этом никто не сомневался, учитывая ее общенациональную известность. Но был намек на... Интриги не было, а была борьба за счет того, что просто, ну, вот Борис Борисович напоминал о себе, пиарился там, он давно в политике. И вот какое-то количество было таких округов. И надо понимать, что вот где был реальный мотив накручивать явку, там, использовать вбросы, карусели, все остальное. Он был там, где была интрига, потому что, там действительно, ну, как в случае с Максаковой, как с этими бюллетенями, когда она там нашла на участке. Это говорит о том, потому что там действительно каждый голос имел значение. Там был мотив. И второй случай, это как раз те округа, где вообще не было никакой интриги, не было борьбы, там показывать явку, там полпроцента, они не могли, потому что есть, грубо говоря, там, мега репутация, там, есть внутренняя отчетность внутри самополитической партии, что же вы так плохо-то работали, явка-то где? Ну, и там уже была явка обеспечивать так, как умеют. Но я думаю, что здесь как раз мог пригодиться и пресловутый админресурс, и все остальное. А если конкурентов нет, кто тебя будет контролировать? Можно смело, спокойно, не мучить людей, никого никуда не гнать, а потом просто написать все, что вы хотите в протоколе. У меня еще один вопрос к Григорию Малканянцу. Знаете, я вот все-таки думаю, а вот все это использование госимущества, школы, там, урны, может, это и, кстати, учащимся в чем-то помешало. Вот эта вот вещь, как она с законом соотносится? Что касается помещений, то у нас есть в нашем распоряжении документы, которые Миноборнауки направила в адрес Единой России по их запросу о том, что они не возражают против использования зданий и помещений школ, образовательных учреждений для организации там участков. То есть теперь любая партия может обратиться в Миноборнауки и сказать, что она хочет провести свои мероприятия в школах там и так далее, и по прецеденту они должны тоже дать возможность. Там они в Миноборнауке четко расписывают алгоритм, по которому политическая партия может это помещение получить. Должен быть, ну, даже там наверняка возмездный, потому что там указано гражданско-правовый договор, должно быть разрешение соответствующей комиссии, что это мероприятие не повлияет на образовательный процесс на детей, и дальше партия спокойно получает это помещение для проведения своих мероприятий. Вот сейчас я знаю, что составляется список этих помещений, время, когда там проводились и мероприятия, потому что там мероприятия не только в день голосования проводились, но и до в различных помещениях. В том числе закрытые встречи всякие. Различные встречи. Соответственно, другие политические игроки и в том числе даже другие общественные организации вправе требовать на таких же условиях эти помещения. Но при этом есть другая точка зрения, которую юристы разделяют, это то, что вообще такие процедуры запрещены в образовательных учреждениях, потому что в законе об образовании есть запрет на то, что деятельность политических партий запрещена в образовательных учреждениях. Но тут есть две точки зрения. Я скорее придерживаюсь к той, что вполне возможно арендовать помещение, но при этом при равном доступе всех политических партий, потому что в законе о политпартиях указано, что государственные и муниципальные органы обязаны содействовать в работе этих организаций, представлять помещение и так далее. То есть такое у них право должно быть. Что касается избирательного оборудования, это ящики для голосования, кабинки для тайного голосования, то тут сложнее, потому что ЦИК на одном из своих заседаний заявил о том, что оказывается никакого разрешения на использование этого оборудования ЦИК не давал. А кто же давал-то? Ну, надо в этом будет разбираться и... Но это было при прежнем начальнике, я так понимаю. В феврале... При товарищи Чуровой. При товарищи Чуровой в феврале до нового состава ЦИКа товарищ Ивлев дал... Первый зам, по-моему. Первый заместитель председателя Чурова. Ну, с замом, там не было пятого. Ну, значит, зам. Там был два. Двое, да. Ну, он первый. Но он первый был. Вот. Он в Единую Россию дал соответствующее разрешение, что ЦИК не возражает против использования этого оборудования на праймерис. Но при этом непонятно дальше, на каких условиях кто это оборудование передал. Возмездны ли эти процедуры? Я вот слышал вот на брифинге московской организации вчера Единой России говорил о том, что якобы они закупили сами это оборудование, что они купили это и использовали свое. Это мы увидим из финансовых отчетов Единой России, которые они зададут позже, и оплату помещений, и оплату оборудования, и при этом... Если будет эта оплата. Ну, да, если она была, и соответствующие запросы ушли в Центральную избирательную комиссию, в избирательную комиссию субъектов, чтобы они пояснили, могут ли другие политические партии, если они им предоставили такие услуги, на этих же условиях получить это оборудование для своих процедур. Потому что Эл Памфилов говорил, что они вплоть до уголовной ответственности в ЦИКе несут за это все оборудование, ни в какие партии они его вроде бы передавать не собирались. А, кстати, такой момент, я просто вспомнил. А куда делись видеокамеры? На прошлые выборы было закуплено огромное количество всяких видеокамер. Более 20 миллиардов потрачено, больше, чем на организацию выборов президента. Но собственность это Ростелекома. Теперь, потому что контракт был с Ростелекомом, соответственно, Ростелеком, выполняя услугу, закупил эти камеры и положил их на склады. Судьба дальнейшая их неизвестна, потому что предлагали ЕГЭ транслировать по ним, какие-то другие мероприятия. закупили и пропало где-то на складе. Теряется, теряется. Усушка, утруска. Увы, да. И, кстати, было спецзаседание Совет при президенте. Как раз там тоже поднимался вопрос, чтобы возобновить эту инициативу, тогда еще премьер-министра Владимира Путина, на выборах в Госдуму системы видеотрансляции. Не знаю, насколько удастся это сделать, но Элла Памфилова говорила, что в части регионов за счет местных бюджетов такие трансляции будут. Давайте мы Дмитрия Орлова спросим, как представителя Высшего Совета партии «Единая Россия». Дмитрий Иванович, а скажите, пожалуйста, вот вы все этот финансово-хозяйственный вопрос нам не произните. Там за деньги все-таки не река. Не рекомендую ситуацию по всем регионам, но по двум регионам, в которых я наблюдал за ходом выборов, были заключены договоры. Я думаю, это будет отражено в финансовой отчетности «Единой России». Здесь требование о том, чтобы оборудование, которое принадлежит на балансе, находится государственное, грубо говоря, муниципальное, оно, конечно, должно использоваться на коммерческих началах. Я думаю, эти договоры будут отражены в отношении партии. Ну, я хотел все-таки, чтобы Вы отреагировали на всякие разные интернет-шутки. Вот у меня тут одна, например, под руками пишут. «Единая Россия провела всероссийский отбор карусельщиков и фальсификаторов в надежде, что на думские выборы будут допущены лучшие из них». И там много над Вами смеются. Ну, слушайте, это все достаточно наивно. Были действительно случаи анекдотические, как тот же историй с Свинкой, Пеппой и фиксиками в Пермском крае. Были случаи более серьезных нарушений. Но... Ну, до драки даже дошло, видите, там у нас и холение. Важно то, что не нарушения определяют обрек прайс. Это реальные участники, таких, кстати, как Борис Надеждин, например. Пусть он даже, так сказать, преследовал иные цели, чем быть избранным, но тем не менее использовал механизм для выдвижения, считая его эффективным. Правда ведь? Вот. Так что другие совсем были мотивы. И совершенно очевидно, вот тут перезагрузка реально произойдет, правящий лист. Это не, так сказать, пропаганда, не попытка, так сказать, выдать желаемое за действительное. Раньше элита кооптировалась, формировалась путем, в общем, клубным согласитесь. Теперь ситуация будет совсем иной, и уже к оппозиции будет у общества вопрос и у людей, которые их поддерживают. Почему активные энергичные деятели Компартии, например, могут рассчитывать только на постпомощника депутата Думы? Или почему не проводятся нормальные конкурентные выборы в том же Парнасе? Вот эти вопросы будут. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? Все-таки я, честно говоря, не могу вам поверить. Но вот я 90% уверен, что господин Пушков, несмотря на свое поражение, найдет место там, где ему, собственно, оно положено. ну, слушайте, решение о выдвижении исключительно значимых каких-то фигур может принять свет. То есть, есть особо ценные персонажи, для которых зарезервирована квота. Правильно я понимаю? Да, но эта квота, во-первых, небольшая, а во-вторых, в отличие от ситуации 2007-го и 2011-го, которые упоминались, да? И места стало меньше в списке, я понимаю. Нет, нет, фактически, те, кто выдвинутый, точнее, те, кто избранный, те, кто выдвинутый по одномандатным округам, они встанут кандидатами в депутаты Государственной Думы. Со списочной частью там больше проблем, потому что нужно согласовывать списки при объединении групп. Там может быть и будет выдвижение части списка, которое не проходило предварительное голосование, но все равно это будет касаться очень незначительной части партийной весы. Основная часть будет сформирована именно таким образом, с помощью предварительного голосования. У меня такой вопрос по поводу перезагрузки и всего остального. Честно говоря, глядя в списки кандидатов, до всяких праймерис можно было составить список победителей по абсолютному большинству округов, но просто слишком разные весовые категории. То есть говорить о том, что это демократичное обновление, глядя на эти списки, как-то не очень верится. Но есть отдельно конкурентные округа, но они в меньшинстве. В большинстве округов. Либо нынешние депутаты баллотируются и остаются. Либо, например, допустим, по Барнаульскому округу идет замгубернатора Алтайского края по соцполитике. В Петербурге идет замгубернатора. То есть это что, обновление свободное? А вот Хинштейна вычистили. Сняли его с праймерис. Это как? Нет, подождите, а представитель административной элиты, извините, что вклинилась в вашу... Наоборот, наоборот. Это вам вопрос, Деван Иванович. вы... А представитель административной элиты не может быть избран депутатом государственного Да, может быть, конечно, просто там, опять он, наверное, с безработным соревновался. Дмитрий Иванович, может быть, на прощание нам уточните, а за что депутата Хинштейна выгнали? Ни в одной углу... Но, во-первых, не выгнали, он сам, как и Юрий Иванович, сам ушел, а просто к своему ходит, и стал советником неверного. Ну, то есть, его карьера в Думе завершилась? Ну, это неизвестно, жизнь, она разная, может быть, он какой-то административный, еще серьезное значение получит. О, как интересно. Ну же, спасибо Дмитру Орлову, тем более, что у нас есть еще вторые праймерисы. Я вот спрошу тоже на прощание Борис Борисович Надеждина. Вы не хотите принять участие в праймерис Парнаса, партии народной свободы? А что ж такое? Вы же либерал. Не хочу, совершенно бессмысленное дело. Да? Вот. Ну, я на всякий случай говорю, при всем моем уважении к Касьянову и так далее, я же мерил, меня же опросили десятки тысяч людей. значит, ну, простой пример все откроется. Вот смотрите, Химки, да? Опрошено, внимание, 7700 людей. Полцентр работал. Людей, которые сказали, что проголосуют за Парнас 7, в скобках подписью, 7 человек. Ну, смысл в чем? Ну, то есть, вам надо, если бы были праймерисы коммунистической партии, наверное, вы бы, как гибкие политики, еще поучаствовали бы в праймерис от этой партии. я предлагаю не иродствовать и не смеяться. Да, есть прагматическая задача выиграть опрос. В рамках этой задачи я готов взаимодействовать с партиями, которые имеют реальный рейтинг, в частности, с Единой Россией, в том числе, использовать ее ресурсы. А праймерис это огромный ресурс. Ну, вы на них уже проехались немножко, это правда. И, соответственно, да, проехался, и спасибо за это Единой Россия лично, Анатолий Шмидвитов. А есть совершенно бессмысленные проекты, типа Парнаса. Может, он где-то и хороший проект, но у меня вот в прогрессном опыте еще бессмысленный проект. Точно. Понятно. Ну, вот у нас к нам присоединился Константин Мерзликин, зампредседателя партии Парнас, партии Народной Свободы. Добрый вечер. Вы слышали, как о вас отозвался о вашем проекте господин Надеждин. Как вы отреагируете на это? У вас, кажется, в субботу-воскресенье собственно все и состоится. Да, действительно, 28-29 числа у нас состоятся праймерис, они будут проводиться в онлайне, то есть при помощи специального сайта, который был запущен еще в декабре месяце, на котором регистрировались избиратели и кандидаты, и еще практически несколько дней остается, и мы призываем наших сторонников принять участие в этих праймерис в качестве избирателей, и я напоминаю, что по итогам этих праймерис будет сформирован список кандидатов на выборы в Государственную Думу, список, который на сегодняшний день возглавляет Михаил Касьянов, он первый номер в этом списке. То есть вы решили не разыгрывать это первое место, правильно? Зарезервировано два места возможных для фигур, которые могут появиться до съезда партии, который состоится где-то в конце десятых чисел июня, и если появятся к этому моменту еще кандидатуры с очевидной федеральной узнаваемостью из закрытого списка, который мы согласовали в коалиции в декабре месяце, то количество вот этих неразыгрываемых мест на праймерис может составить три. На сегодняшний день один человек только занимает эту позицию. Слушайте, но получается так, что у вас не разыгрываются золото, серебро и бронза. Значит, за какую медаль людям бороться-то? Не совсем так. Дело в том, что если партия пройдет в Государственную Думу, наберет более 5% голосов, то минимальная фракция составит 12 или 13 человек. Поэтому, собственно говоря, мы это фактически одинаковые места, что первая позиция, что вторая, что 12, что 13. В этом смысле разницы никакой нет. Это будет такой же кандидат, как прошедший с первого номера. Другое дело, что не имея мощных каналов коммуникации с избирателями, для нас очень важно, чтобы на первом месте или на первых трех местах были люди с федеральной узнаваемостью, поскольку персонификация списка, персонификация месседжа, с которым мы идем к избирателям, это важный элемент технологический, поэтому, когда мы в декабре в коалиции договаривались, мы все согласились, что желательно получить на первые три места лиц с федеральной узнаваемостью, независимо от результата. Слушайте, это коалиция это померла, я так понимаю, Навальный вас покинул, у вас еще внутри партии там какой-то раздрайк, значит, коллега Яшин ваш активно выступает с критикой, ну, в общем, дела-то у вас не очень хороши, особенно еще и кино всякое мерзкое показывают про Михаила Касьянова. партия и члены партии могут иметь разные мнения, Илья Яшин остался в глубоком меньшинстве со своей идеей того, что Касьянов должен отказаться от первого места в списке. Мы получили социологию, которая подтверждает правильность этого решения, поскольку, исходя из социологии, именно Касьянов имеет максимальный позитивный рейтинг среди избирателей. А с кем сравнивали мне вопрос? С вами? Там длинный список людей, которые потенциально могли бы возглавить список Парнаса, список Коалиции, ну, и еще несколько человек просто добавлено для, так сказать, тоже сопоставления. Ну, например, в списке был и Алексей Навальный, который по известным причинам не может участвовать в выборах, но, тем не менее, мы его тоже, не мы, а социологи его тоже мерили, значит, также Сергей Миронов мерился, хотя он, значит, понятно, никак не может возглавить демократическую оппозицию на выборах, но, тем не менее, он тоже замерен. Алексей Кудрин, например, замерялся также, Ройзман замерялся, там длинный список, я, так сказать, не буду перечислять. Так вот, среди тех, кто теоретически мог бы возглавить, список, да, Григорий Алексеевич Явлинский, например, там также по нему имеются данные, у Касьянова достаточно высокий рейтинг, и, безусловно, он подтвержден, он подтверждает правильность того решения, которое в коалиции было в декабре принято, и, в принципе, вопрос не закрыт, может быть, еще один или два человека добавятся в этот список, хотя пока, пока никого больше нет. Понятно, но вот по поводу праймерис Парнаса, вот мы видели реальные эти праймерис Единой России с административным ресурсом, там, нагоном людей, фальсификациями, все как на настоящих выборах, а вот эти выборы в интернете не настоящие, как к ним относиться, Александр? Ну, понимаете, конечно, праймерис могут быть абсолютно разными, есть разные концепции праймерис, открытые, закрытые, значит, вот то, что делала гемопозиция, это ближе, даже не праймерис, а кокусом, кокус это как бы когда голосуют активисты, то есть как бы люди, не любой избиратель, да, который входит в некий клуб, как бы, да, им как бы приняться из своей ряды. Значит, ну, логика здесь понятна, почему это изначально появилось, потому что власть, она не опасается, что придет какие-нибудь там вредители и испортит результаты, а то, что у оппозиции действительно как бы есть риски, мы можем вспомнить выбор Кринственного совета оппозиции, да, нашествие МММщиков, там и остальных, и то, что риски получить армию ботов, которая просто-напросто сделает абсолютно невалидными результаты, и предполагали вот-то некую процедуру фильтрации, да, что не любой желающий, а все-таки люди, как бы, которые разделяют ценности оппозиции, здесь все абсолютно понятно, но это одна сторона медали. Другой вопрос заключается в том, что люди участвуют в неком процессе тогда, когда он имеет смысл, когда они понимают, что их голос имеет значение, когда они действительно решают, кто всерьез становится кандидатом, и также важно, чтобы они верили в то, что проект, который они голосуют, в результате имеет шанс добиться успеха. Вы на что намекаете? Я намекаю на то, что коалиция имела смысл только тогда, когда она была коалицией, а от нее, знаете, осталась дырка от бублика, то, что есть сегодня, конечно, никаких шансов никуда пройти, не имеет, коалиции де-факто не существует, она осталась на бумаге. Возьмут 3%, будут как яблоко хорошо жить. Знаете, при таком списке 3% А мы же не знаем, в каком списке. Мы знаем список кандидатов. Могу сказать, что в этом списке невозможно составить тройку, которая бы список вытащила. Значит, список обречен, никаких шансов нет. Список, парнаса обречен. Список парнаса, конечно. Похоронщики у нас. Насколько мне известно, на начало ма-мая было зарегистрировано что-то около 10 тысяч человек, участников. Не знаю, сколько на сегодня, но это было до того, как ушли. Милов, Навальный и остальные. Соответственно, значительная часть этих людей, как я могу предположить, регистрировалась, будучи сторонниками тех, кто ушел, наиболее ярких людей. Вот в таких условиях сколько проголосуют? Ну, знаете, даже по количеству зарегистрированных, ну, давайте вспомним выбор Координационного Совета оппозиции в 2012 год. Более 80 тысяч проголосовавших. Здесь у нас зарегистрировано 10 тысяч, но уже, на мой взгляд, самого умопо себе этого сопоставления достаточно, хотя, например, в прошлом году, когда подходили праймери, допустим, по Новосибирской области, по Касарамской, по Калужской, вот по сравнению с тем, сколько проголосовало людей в этих регионах на КС оппозиции был очевидный численный рост. То есть, в прошлом году была хорошая, нормальная компания и там «Единая Россия», конечно, и, значит, тренировала, что вот, там, 200 человек в Костроме, там, да, или там, тысяча в Новосибирске, но надо смотреть, сколько было до этого. То есть, просто можно было никакие праймерис не проводить, вы считаете? То есть, динамика там была. Динамика была, а сейчас, фактически, на мой взгляд, никакой компании активной по раскрутке праймерис, по агитации среди демократически ориентированной общественности физически нет. То есть, праймерис назначены, но они проводятся, по сути, эффективно. Если сравнивать, например, с теми компаниями, которые велись в прошлом году, даже вот по трем этим регионам, к С-оппозиции, если мы посмотрим какие-то иные общественные инициативы, проекты, организации московских митингов, качество организации компаний за праймерис и демопозиции не вдерживает абсолютно никакой критики. незнательно компанию слить и провалить. Мне кажется, что это просто какие-то внутренние интриги, борьба за места и нежелание просто использовать эту процедуру. Отказаться, типа, нельзя, некрасиво, но давайте просто ее просаботируем. Вот со стороны именно такое ощущение. То есть, на мой взгляд, демкоалицию разрушила не какой-то коварный Кремль, не фильмы по НТВ. На самом деле, между прочим, кстати, если бы Михаил Михайлович Касьянов после этого НТВ-шного фильма выдвинулся на праймерис, я уверен, что он бы их выиграл, потому что у очень многих людей реакция вот на эту чернуху прямо противоположная, что это как бы все умерзительно и человека надо морально поддержать. Но, по-моему, Михаил Михайлович совершил ошибку, что он после этого на праймерис не пошел. Вот, и то, что фактически людям предложили определять только в какие-то там не самые важные места, это дополнительно демотивировало на участие. Вот, поэтому мне кажется, что коалицию погубили внутренней интриги тех людей, которые хотели занять некие места, зная, что они на этих подавленных вопросах не живут. Хорошо, давайте мы дадим Константину возможность ответить, все-таки критика прозвучала суровая, не знаю, справедливая или нет. Константин. Критика абсолютно несправедливая, мы действовали в рамках четких договоренностей, которые достигли в декабре месяце. Главным сторонником праймерис был наш коллега Алексей Навальный, и, собственно говоря, именно он в апреле месяце соскочил с этой лодки и прекратил всяческие усилия для того, чтобы продвигать эти праймерис среди своих сторонников и широкой публики. Мы, тем не менее, несмотря на то, что он, так сказать, бросил весла и сбежал с этой лодки, мы все обязательства по проведению праймериса, формированию списка будем выполнять. Скажите, а с яблоком вы какие-то переговоры сейчас ведете, но хотя бы по округам. Хотел еще подчеркнуть, что у нас порядка ста кандидатов зарегистрировались на выборы, несколько человек снялись, но по-прежнему в праймерис участвуют и представители партии прогресса и солидарности, и демвыбора, поэтому я считаю, что вот этот термин о том, что коалиция какая-то развалилась, это не вполне соответствует действительности, и тот же самый, та же самая партия прогресса заявила о том, что она не возражает, чтобы люди, представляющие ее, продолжат участие в праймерисе, поэтому я с этим тоже категорически не согласен. Константин, так с яблоком какие-нибудь переговоры-то есть? Вот они усиливаются, а вы не очень, прямо скажем, усиливаетесь сейчас? Ну, посмотрим, что называется. Да, действительно, кандидаты, мы всех можем видеть, можем ознакомиться со списком кандидатов, на полицовете мы утвердили список одномандатников, которые пойдут на выборы, там есть весьма сильные фигуры, в том числе и представляющие партию прогрессов, поэтому говорить о том, что мы потеряли кого-то по дороге, да, мы потеряли Навального, но он и так не мог участвовать в выборах, собственно говоря. Понятно, я еще раз повторю вопрос, с яблоком вы как-то развели хотя бы кандидатов сейчас или нет? Да, эта работа ведется и я полагаю, что мы будем иметь некоторое количество кандидатов с совместной поддержкой, без всяких сомнений, я надеюсь, что это произойдет в том числе по очень заметным фигурам и заметным округам, да, такая работа ведется, да, по большинству округов я уверен, что мы разведемся в принципе и не будем выставлять против друг друга кандидатов, не исключая, что по каким-то отдельным округам мы не сможем договориться, но мы будем к этому стремиться и работа такая ведет. Понятно, у меня один вопрос, короткий, если кандидат сможет ответить, почему Михаил Михайлович отказался участвовать в праймере с лично? Это была договоренность декабская. Такая у нас на дворе, это какой месяц? Что вы говорите? Я говорю, какой месяц на дворе? Жизнь-то поменялась? Причем здесь жизнь, она может меняться как угодно, но ничего не произошло в стране такого, чтобы повлияло на нас в ту сторону, что мы должны изменить всю конструкцию договоренностей. Понятно, позиция понятная. Давайте мы тогда посмотрим небольшой опрос, как люди относятся к выборам и к праймерису, верят ли они в то, что выборы в России могут быть честными? Можно ли в России провести честные выборы? Не знаю. Я думаю, что нет. Почему нет? Ну, потому что все вокруг все обманывают и врут. Вот и все. Честные выборы можно провести, если внутри нас сами будет честность. Вот. Но с этим трабло очень жесткое. Невозможно пока это. Я никак не считаю, я думаю, в России провести невозможно. И они не нужны, эти выборы, потому что, если кто хочет выбрать, они выберут, когда надо. Вот и все. Философии здесь никакой нет, это жизнь. Как говорил Микки Авелли в его трудах о государстве, да, политик это либо плохо, либо очень плохо. Вот как-то, наверное, я в этом плане скептик. Можно следить за нарушениями, добиваться, чтобы их не было. Не сегодня. Я считаю, что тем более после того, как назначили нового руководителя избирательной комиссии. Вот. И все у нас делается к тому, чтобы выборы были честными. Ну, это все очевидно. У меня есть знакомые, кто принимает участие выборов. И они мне лично рассказывали, как все это подтасовывается. Но это все полная лажа. Я не верю в это. Наверное, надо самим с собой быть честным. На данный момент я очень сомневаюсь, что можно провести честные выборы. Для этого нужно, чтобы было очень много изменений. Ну, то, что делается во всех нормальных странах. Контроль общества за проведением выборов, нормальное законодательство по образованию партии. Григорий, ну, что вы скажете, как специалист по честным выборам, по борьбе за честные выборы, это возможно или нет? Смотрите, 90% в общем верят, что невозможно. Я думаю, что это возможно. Вопрос времени. Я думаю, что вопрос времени и нашей совместной работы. Потому что в том числе и вот мы видим, что образование людей очень важно. Потому что люди, увы, сами не интересуются ни политическими партиями, ни процессами, которые... не хотят вообще на это влиять. Но перевидают. И поэтому вот эта общая апатия, она создает вот атмосферу недоверия вот к институту выборов. На самом деле это очень большая проблема, потому что я думаю и для Единой России это большая проблема в плане легитимности будущей Государственной Думы. Потому что у них есть вот эта родовая травма 11-го года, что вдруг... Партия жуликов и воров. Вот, да, опять начнет повторяться вся эта картина, и люди опять будут возмущены нарушениями, и у них вот как раз вот эта перезагрузка произошла, как бы, и вот отношение к тому, что нужно как-то избегать скандалов. Перезагрузка Центральной избирательной комиссии произошла. А законодательство-то поменяли как раз, что ли, затруднить наблюдение? Законодательство поменяли, да, оно осложняет и работу журналистов, и наблюдателей на выборах, но при этом мы видим все равно желание, ну, как минимум от руководства Центральной избирательной комиссии, даже с учетом вот этого законодательства, заниматься организацией более-менее приличных выборов. Ну, у меня надежда на то, что процесс пойдет в позитивную сторону, есть, но это изменения будут очень медленными. Александр, что вы думаете, будут изменения позитивные, хоть какие-то? Где и когда? Где и когда? Страна России называется, когда мы не знаем, вот, при царе, при каком, знаем, вот, царь Путин, заместитель у него, Медведев там, по партии Единая Россия. Я думаю, что кампания этого года будет очень тяжелой, я думаю, то, что мы наблюдали на праймере света цветочки, ягодки у нас еще впереди, поскольку цена вопроса очень высока, я думаю, что в ход будут идти самые разные аргументы, поэтому я думаю, что мы еще видим много, не самых красивых историй. То есть, ну давайте тогда уж Константина Мерзликина закончить, а вы-то пойдете на выборы, вы готовы к борьбе за честные выборы? За честные выборы, я думаю, с этим будет сложно бороться, выборы будут такие, какие они будут, на самом деле, и здесь, конечно, рассчитывать на то, что будут какие-то условия, созданные для честной борьбы, борьбы не приходится. Но, тем не менее, мы говорили об этом, мы говорим сейчас, что бороться все равно нужно, нужно проталкивать в общество альтернативу всеми возможными способами, и участие в выборах, это одна из таких немногих возможностей для того, чтобы альтернативную повестку продвигать, и объяснять гражданам, что альтернатива существует, и что это альтернатива рано или поздно восторжествует. Спасибо. Ну что, у нас разговор состоялся, я благодарю участников нашей передачи. Редактор субтитров А.Семкин